Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться. Наполеон Бонапарт. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Глобальные элиты планируют массивный финансовый сдвиг. Мы можем получить из этого выгоду, если будем внимательными. Если же не будем, то станем лишь многомиллионными жертвами их финансового перераспределения. Именно поэтому я и нахожусь в криптовалюте. Попрошу вас поделиться этим видео с друзьями и поставить лайк, ведь в нем будет большая правда о всем происходящем. Причем не из моих уст, а из уст самой глобальной финансовой элиты. Давайте наберем хотя бы 5000 лайков под этим видео, это поможет алгоритмам ютуба его заметить. По крайней мере, я на это надеюсь. 29 сентября 2020 года комитет финансовых услуг провел стрим, где выступал в том числе и американский юрист и политик Том Эммер. Он говорил о финтехе и о криптовалюте. Давайте внимательно послушаем о проблеме, которую он описывает. Офис контролера денежного обращения США уже очень долго держится и продолжает обеспечивать деятельность регулируемых учреждений в безопасном эффективном режиме, предоставляя честный доступ к финансовым услугам и хорошо относясь к потребителям. Я уверен, когда начнут проявляться детали, а платежные поручения будут одобрены, офис контролера валют США продолжит реализовывать свою миссию. Регуляторная уверенность – это та цель, которую я и действующий валютный контролер Брайан Брукс разделяем. Именно поэтому на прошлой неделе я представил закон о ясности ценных бумаг, который разъяснит законодательство о ценных бумагах в технологическом смысле и позволит распространять активы, попадающие под его действия, которые по факту будут являться товарами. В отношении технологий блокчейна закон о ясности ценных бумаг позволит распространять токены, в том числе и зарегистрированное предложение ценных бумаг. До тех пор, пока участники рынка играют по правилам, они заслуживают уверенность, что регуляторы не будут провоцировать нестабильность, а наоборот будут поддерживать инновации в Америке. Том Эмер отметил, что появится закон о ясности ценных бумаг, который внесет ясность в законодательство о ценных бумагах в плане технологического развития. Он отметил, что активы, которые попадают под этот закон, фактически являются товаром. Конечно же, мы понимаем, о каких активах он говорит. Я уверен, что именно это та регуляторная ясность, которую мы ждали все это время для цифровых валют. Если этот закон пройдет, то он определит цифровые активы как товары и разрешит распространять токены, сопровождаемые зарегистрированным предложением ценных бумаг. Именно то IPO, которое мы ожидали для цифровых активов. Мы говорим об этом больше двух лет. Моя позиция очень ясная. XRP не является ценной бумагой. Это интервью было пару месяцев назад. Брэд Гарлинхаус и Том Эммер обсуждали цифровые активы. Эммер публично заявил, что XRP не является ценной бумагой. Однозначно ясно то, что Эммер и Гарлинхаус являются приятелями, и Том Эммер продвигает идеи XRP точно так же, как это делает Брэд Гарлинхаус. Народы по всему миру хотят, чтобы это случилось, но ничего не произойдет, если к делу не присоединится США. Эммер продвигает эту идею внутри страны, а французский экономист, бывший член Исполнительного Совета Европейского Центрального Банка, Бенуа Жорж Кур, создает подобные течения на мировой арене. 28 сентября 2020 года Бенуа записал интервью на YouTube-канале Банка Международных Расчетов. Сдвиги этих парадигм поднимают важные вопросы, те самые, которые мы сегодня обозначили, и те, которые мы, как Банк Международных Расчетов БМР, глубоко изучали последние два года. Сегодня я хочу подчеркнуть критическую важность международного сотрудничества в разработке финансовой архитектуры будущего и освещение роли БМР в этом. Бенуа назвал этот сдвигом существующей парадигмы. Это очень смелые слова. Как видите, это уже происходит. Банк Международных Расчетов БМР создает руководящие принципы и обучает им страны большой двадцатки. Прямо сейчас, если два центральных банка решат обменяться активами с помощью XRP, это и будет финалом старой финансовой системы. Однако этого не случится, пока США обладает мировой резервной валютой. Этого не случится, пока у США есть самая боеспособная армия. И поэтому, если два банка сегодня решат это сделать, то, скорее всего, штаты вмешаются. И, скорее всего, даже военным образом. Однако, с другой стороны, Соединенные Штаты должны быть сами вовлечены в это до того, как это все произойдет. Как вы видите, внутри этой страны уже есть такие люди, как Том Эмер, которые и продвигают эту идею. Когда дело доходит до цифровых валют центральных банков, ЦВЦБ, мы считаем, что в новой экономике будет место и для ЦВЦБ, и для децентрализованных цифровых валют, ДЦВ. Это разные вещи, не так ли? Но прелесть ДЦВ, например, таких как Биткоин, Эфириум и Эксерпи, в том, что они переносят ценность просто на основе чистой экономики. Они свободны от политики. Они не несут элементы политического давления вместе с ценностью, в отличие от ЦВЦБ. Я не критикую, это просто правда. ЦВЦБ несут в себе и ценность, и политический характер. Будет очень сложно объединить две ЦВЦБ вместе, в экономическом плане это будет легко, но вот в политическом, политический элемент будет самым большим препятствием. Может быть, это будет Китай, а может это будут ваши кредитные баллы, или же центральный контроль над капиталом, а может быть сразу все одновременно. Это прекрасно, это их правило, но как это будет соединяться со всем остальным? Вот почему нам нужны ДЦВ. Они будут выступать в качестве посредника между двумя ЦВЦБ. Мы думаем, что это замечательная роль, и именно поэтому эти ДЦВ будут настолько важны в оцифровке мировой экономики, которая уже началась и которая будет только ускоряться. Это был Крис Ларсен, сооснователь Ripple XRP, и он практически прямым текстом сказал, что для будущей финансовой системы им понадобятся не только центральные валюты ЦВЦБ, но и децентрализованные цифровые валюты ДЦВ, типа биткоина, эфириума, XRP. Именно они будут выступать в качестве соединительного моста между двумя цифровыми валютами центральных банков, например, цифрового доллара и цифрового евро. Мир меняется, и очень быстро. Почему? Из-за долговых проблем, из-за неэффективности старой системы. Они сами загнали себя в угол, создавая так много долгов, но не создавать их они тоже не могут. Мир требует изменений, и цифровые активы улучшат экономику, убрав издержки, и в то же время процентные ставки станут отрицательными с ЦВЦБ. На макроуровне центральные банки будут иметь доверительные активы для обмена ценностями. Это будут честные активы, так как в них не будет фискальной и монетарной политики. Трансграничные платежи все еще очень медленные, непрозрачные и дорогие. Особенно это касается небольших международных переводов. Сейчас у нас есть мощнейшая цель улучшить платежные услуги. Мы сделаем их увереннее, прозрачнее и быстрее. Однако разница потребительских привычек на рынках, разница между зрелостью различных банковских систем и платежных систем, может препятствовать местным решениям для большей совместимости или интеграции с новой системой. Несопоставимые уровни технологического развития и адаптации также могут создавать препятствия для международных платежей и способности общественной власти в координации между различными юрисдикциями. Тем не менее, единственное ключевое препятствие – это то, как власти и центральные банки смогут использовать свои роли катализаторов и помощников для стимулирования цифровой инновации и усиления совместимости и интеграции в новую финансовую систему. Друзья, мы переходим к новой системе. Вот что хотел сказать Бенуа. И интеллектуальный протокол станет новым протоколом интернета ценностей. Каждая нация создаст свою ЦВЦБ, и трансграничные платежи станут как веб-страницы в интернете. Только пересылать их будут через интернет ценностей с помощью приложения на телефоне. Скорее всего, это будет не просто какая-то одна ЦВЦБ, победившая всех. Это будет целый ряд цифровых валют центральных банков. Не поймите меня неправильно, я всегда хорошо отношусь к макро-расширению криптовалют. Я уверен, что блокчейны, которые будут использоваться в интернете ценностей, покажут себя очень хорошо. Рост этих технологий и рассмотрение их конгрессом и регуляторами лишь продолжится. Вот почему следующий конгресс должен создать подкомитет по финансовым технологиям для привлечения должного внимания к этой расширяющейся и поразительной области. Этот подкомитет в качестве оперативной группы позволит направить усилия на изучение и разработку многих тем, которые мы обсудили. Последствия действия или без действия конгресса по данным вопросам может иметь серьезное влияние на экономику, так же как и на местоположение возникновения следующей невероятной технологической инновации, подобной интернету. Во-первых, Эмер боится, что бездействие конгресса может привести к тому, что Соединенные Штаты, как извечный лидер, могут потерять свое лидерство в следующих технологических инновациях. Во-вторых, совершенно ясно, что интернет вещей это конечная цель всего происходящего. Мы просто ждем, пока народы приведут свое законодательство в порядок и найдется катализатор, который все это запустит. Несомненно, пандемия была использована как такой катализатор и возможность. И я предвижу, что мы увидим еще больше непредвиденных ситуаций, которые помогут такому продвижению и дальше. Мне даже кажется, что такие черные лебеди могут быть созданы искусственно для ускорения процесса. У них не так много вариантов из-за долговой проблемы. И время сегодня имеет очень существенное значение. Абсолютно каждый день играет роль. Далее говорит член палаты представителей США Фрэнч Хилл. Позвольте мне сказать пару слов о криптовалюте. Фостер и я работаем вместе с ФРС над цифровым долларом, и эта работа поощряется. Мне приятно видеть ее продвижение, и нам просто необходимо иметь платежную систему на основе криптовалюты, как часть реформы нашей финансовой системы. Фрэнч Хилл работает с Федеральной резервной системой над цифровым долларом. Он не тестирует его, не читает описание технологии. Он работает с ФРС над ним. Это происходит прямо сейчас, пока никто не обращает на это внимания. Исследование потенциала многосторонней трансграничной платежной платформы станет ключевым фокусом для инновационного хаба Банка международных расчетов. Один подобный проект уже находится в работе Сингапурского центра, который изучает, как цифровая идентификация и платежные направления могут быть подключены для создания глобальной платежной системы. Бенуа говорит Хаб. Это новая платежная платформа на основе облачных технологий, к которой подключен специальный интерфейс. Этот интерфейс также будет позволять разработчикам создавать приложения. Поэтому для новой платежной системы будет возможно любое решение. Вы просто сможете добавить это решение в свой банковский софт и использовать. Например, для международных платежей будет интерфейс, который вы просто добавляете в свои программы и сможете пользоваться прямо на телефоне. Много лет назад было интервью генерального директора компании Temenos, специализирующейся на корпоративном программном обеспечении для банков и финансовых служб, который говорил о концепции интеграции, также известной как интеграция спагетти. Вы потом поймете, почему она так называлась. Она представляла из себя процесс системной интеграции, при котором каждая система взаимосвязана с каждой из оставшихся под систем множеством проводов. Отсюда и название спагетти. Провода спагетти. Что означает, что по этой концепции нужно проложить провода от банка к банку, от банка к банку и так дальше. Это невероятно сложный процесс. Позже он говорил о системе, которую упоминал Бенуа. Именно так работают решения, основанные на цифровых активах, которые состоят из слоев. Слой переписки, слой инструкций, слой установок, слой цифровой идентификации, слой масштабирования и так далее. Такой себе слоеный блокчейн за место миллионов проводов, которые бы соединили множество банков в единую сеть. Представляете себе такое месиво из проводных коммуникаций. Блокчейн устранит эту проблему. Everett Sense, генеральный директор финансовой компании Landistri, говорит следующее. Одновременное сотрудничество, множество регуляторов, часть секрета успеха регулирования новой системы. По мере того, как мы движемся к выбору будущих решений, я всегда хочу, чтобы вы помнили. Одна из вещей, которые мы должны сделать, это подумать о том, как действует нынешний офис контролера денежного обращения США. Ведь если он отступит от своих сегодняшних действий, это может все изменить. Именно это говорит о том, что мы действительно должны подумать над тем, как нам провести модернизацию будущего, вместо того, чтобы сегодня ползать на коленях. Это и есть невероятная возможность для роста ВВП и роста налоговых прибылей. Я думаю, что это очень важно. Ребята, он говорит о том, что сотрудничество регуляторов означает, что офис контролера денежного обращения США не будет объявлять о новом законодательстве без одобрения комиссии по ценным бумагам и биржам. Все работают над одной проблемой в одно и то же время, поэтому все должно случиться одновременно. Очень интересно также и то, что он сказал, что сегодня экономика ползает на коленях. Также он упомянул возможность невероятного роста ВВП и налоговых прибылей. Другими словами, он намекает, что новая цифровая экономика получит второе дыхание. Катализаторами принятия этой экономики станет обвал национальных валют и фондовых рынков. Естественно, простого решения нет. Однако ясно одно, что международное сотрудничество находится в основе всего. Оно важно для поддержки технологической мощности, обеспечения взаимодействия между национальными системами, улучшения трансграничных платежей и переводов, поддержки технологического сотрудничества и для профилактики возникновения пространственной и социальной фрагментации. Со всем, что сегодня происходит в мире, интернет ценностей – это еще оптимистичный вариант. Это говорит о том, что нас ожидает кризис, которого еще не было, а центральные банки и правительства будут вынуждены обойти этот полномасштабный крах, который потенциально может отправить нас в каменный век. Если они не смогут использовать цифровые активы, чтобы исправить ситуацию, им придется привязать валюты к золоту для их стабилизации. Что означает только то, что золото будет цениться еще больше. Так как драгоценные металлы и криптоактивы следуют друг за другом, по моему мнению, в данный момент эти два актива являются самыми недооцененными на этой планете. Многостороннее сотрудничество и активные действия, предпринимаемые центральными банками, также станут основой для построения новой финансовой архитектуры, ориентированной на будущее и которая будет стойкой перед множеством потрясений. Технологии и инновации будут развиваться по мере нашего движения вперед к новому миру. Итак, ребята, они создают новую финансовую архитектуру, которая будет стойкой перед любыми вызовами и которая будет ориентирована на будущее. Мы, как криптоинвесторы, находимся во главе этой игры. Люди, которые я сегодня вам показал, помогают центральным банкам возводить эту архитектуру. Поймите, что центральные банки создают деньги из воздуха и теперь блокчейновые финтех-компании напрямую работают с ними. На это дал добро сам контролер денежного обращения США Брайан Брукс. Бесконечные деньги, которые печатаются без края, объединились с монетами, у которых денежные предложения имеют свои границы под названием ограниченная денежная эмиссия. Например, 21 миллион монет у биткоина, больше никак. Какой вывод можно из этого сделать? Капитализации крипторынка лилипутские, размером с наперсток, в то время как капитализация мировых рынков – это бесконечный океан. Задумайтесь, что случится, если этот океан проплывет через крипто-наперсток? По-моему, ответ очевиден. «Дурак имеет великое преимущество перед человеком образованным. Он всегда доволен собой». Наполеон Бонапарт А меня зовут Богатейший Ди. Если видео было вам интересным, обязательно поставьте лайк. Давайте наберем хотя бы 5000 лайков. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok